всем привет по просьбам трудящихся делаю обзор на бумаге американского рынка я за ними слежу но хочу сказать что на данный момент не торгую именно ими уже не расписал что для меня это связано с достаточно большими рисками вот заранее прошу поставить лайк конечно лучше оставить комментарий чтобы эта запись попадала в ленту так начнем по тесле здесь спустя несколько месяцев до графики а вообще не менял ничего записи какие разметки чтобы продемонстрировать такую вещь здесь если кто помнит я брал шорт с целью 718 и далее 631 первую цель мы отработали закрыли большую часть вот и после того как нас отступило все как бы отработали нашу позицию полностью то есть процента 80 я закрыл на 700 718 и 20 процентов позицию оставшуюся меня вот здесь в нуле закрыла то есть сами посчитайте какой профит был по шарту теслы далее чего здесь ожидать сверху у нас есть уровень 1113 который не дает пойти вниз снизу 613 собственно в этом диапазоне пока и будем торговаться так видится если же пробивается 613 вниз то следующей целью будет 501 здесь для этого сценария я бы подождал проторговку небольшой вот в этом диапазоне 631 781 вот и после выхода вниз на ретесте будет от чего отталкиваться с целью 501 и далее то есть тут уже такое конкретное нисходящее движение начнется пока подтверждение его нету поэтому так так совест газ холдинг здесь к сожалению что к сожалению у нас был большой боковик очень длительный такой но почему к сожалению потому что после выхода как такового ретеста не было вот и мы просто улетаем наверх как бы все здорово идем наверх но точки входа по именно по моей стратегии здесь нету поэтому ничего не могу посоветовать далее зим есть выход вверх вернее вот он был вот он боковик был и вот из него пошел выход наверх пошел ретест вот и ретест вот этого боковика до из которого мы вышли то есть я смотрел на него и все бы здорово если бы мы оттолкнулись от уровня 54 тут бы вопросов было минимум то есть вероятность того чтобы мы продолжили движение вверх была бы выше но мы сходили можно сказать к основанию этого боковика да то есть здесь я неверно немножко обозначил вот он вот основание этого боковика здесь уже шанс на то что движение вверх они падают статистически так в чем теперь здесь суть то есть у нас получается вот такой диапазон новый дом и от него будем отталкиваться для покупок я бы подождал пробоя уровня 76 на ретесте будем ходить для шарта и такого подтверждения того что началось глобальное нисходящее движение пробой зоны 49 и ретест и продолжаем движение вниз есть план такой далее тимкин компани здесь здесь уже есть все подтверждения того что ее глобальное движение вниз просто валимся и валимся то есть как по плану нарисовано так и действуем если выйдем из этого боковика вниз то на ретесте ищем точку входа для шарта спекулятивно к покупкам можно присмотреться после выхода выше уровня 68 с целью 75 и если уже выходим выше 75 то тут уже глобальное подтверждение того что начинается восходящее движение такая вот ситуация далее так эндо international хухух так здесь тоже бумага техничная красивая то есть он боковик выход боковик выход только опять же к сожалению по моей стратегии здесь нету ретестов то есть пока не видно где входить сейчас формируется только формируется нижняя зона боковика и посмотрим насколько вверх пойдет отскок то есть где дальнейшее где дальнейший плацдарм скажем так сформируется для движения вниз поэтому к покупкам к того там подтверждение тому что тренд сломается да можно присмотреться после выхода выше уровня две целых восемьдесят три сотых вот то есть на ретесте входим спокойно сидим есть такое выражение дышать и пасхи вот здесь то же самое динебра выход был опять же ретеста как такового не было с удобным стопом поэтому и пойти тоже негде было сейчас формируется боковичок кстати сколько да тут уже надо переходить на микро уровни такие да потому что вроде бы казалось такой маленький боковичок но он 25 процентный поэтому можно в принципе обозначить но движение здесь размашистые поэтому подождем в любом случае к покупкам спекулятивным таким как спекулятивным да тут процентов сто пятьдесят пятьдесят хотел сказать сто пятьдесят пятьдесят можно покупкам спекулятивным присмотреться после выхода выше уровня две целых двадцать шесть сотых и с целью три сорок шесть и основательное такое будет разворот подтверждение разворота нисходящего движения выход выше уровня три целых сорок шесть сотых пока летим вниз то есть если вы покупаете с логикой того что бумага подешевела и это дно нет это не дно надо дождаться подтверждение разворота так gt hx вот здесь кстати точки обозначающие боковик есть три точки выход и выход из этого боковика неявный кстати вот я я бы его не стал торговать вот вот этот выход очень неявный но тик в тик сделал ретест промежуточного уровня и полетели вниз здесь кстати стоп там маленький был можно было попробовать вот здесь ждем опять про торговку и от нее уже отталкиваться дальше вот к спекулятивным покупкам можно присмотреться после выхода выше уровня 944 и к основательным таким покупкам да можно присмотреться после выхода выше зоны 1172 пока такая ситуация далее clf здесь идет ретест то есть у нас был боковик вот он выход и вот он пошел ретест просто 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 ждем ретест не важно как давно был выход ретест все равно будет вот от этих уровней можно было присмотреться к покупкам здесь спекулятивная цель будет уровень 2627 вот затем если выйдем выше 34 если же вас такой момент смущает то можно дождаться пробоя 34 и на ретесте входить бумагу подтверждение смены такого восходящего движения будет выход ниже уровня 16 пробиваем уровень 16 ретест и движение вниз так и остался mos почти такая же ситуация как в clf но здесь боковик из которого мы выходили он гораздо ниже находится здесь формируется свой плацдарм свой боковик вот в таком диапазоне спекулятивно можно входить в длинную позицию после выхода выше зоны 68 с целью 79 вот и можно сказать что подтверждение того что мы развернулись и начинаем падать будет выход ниже зоны 53 так что вот так так извиняюсь за свои завтыки во время комментирования бумаг да уже сколько два или три месяца не записывал обзоры поэтому так думаю потихонечку начнем так все всем спасибо до встречи